Крестник Томаза Новороссийского рискует стать первой ласточкой нового закона о ворах. По материалам, представленным сотрудниками ГУР МВД России, Тверской районный суд Москвы заочно арестовал 41-го летнего вора в законе Джумбера Байромидии, более известного в криминальных кругах как Банчо. Днем ранее по обвинению в вымогательстве 3,5 миллиона рублей одного из подследственных СИЗО город Каширы Байромидии был объявлен в международный розыск. По данным следствия, в состав организованной группы, помимо Банчо, входили бывший положенец Каширы Бунгин, оказывавший давление на потерпевшего в стенах СИЗО, и бывший вице-президент ФСК лидер Иван Митикаре, которого называют заказчиком вымогательства. Жертвой вымогателей оказался обвиняемый в 13 эпизодах крупного и особо крупного мошенничества. В настоящее время Бунгин и Митикаре уже задержаны, Байромидии скрываются в Греции. По нашим данным, уроженец города Поти Джумбер Байромидии был коронован в 1999 году своим земляком Бадри Адене, он же Томас Новороссийский, который позавчера был задержан в аэропорту Минска по запросу французских властей. Как сообщалось ранее, во Франции Адене заочно приговорен к 10-му годам за отмывание денег и создание преступной группировки. По словам источника, поспешность, с которой Адене ринулся за кордон, невзирая на опасность быть схваченным, может быть напрямую связана с принятыми Госдумой поправками в Уголовный кодекс, ужесточущими наказание для лидеров преступной среды. Что касается Байромидии, то в случае его поимки, полицейские рассчитывают добавить к предъявленному ему обвинению в вымогательстве и обладании воровским статусом.